Я тут посмотрел, как он крафтится, и знаете, какие у нас красивые тут лошади, вы себе не представляете просто! Всем привет, друзья! Уже вторая серия наших космических приключений. Вы можете построиться, побегать и так далее рядом, проект Minecraft Only, сервер Spacecraft, в принципе, ссылка в описании. Да, вы правильно заметили, это новая местность, и из чего бы вдруг, а я вам отвечу, всё очень просто, на этом сервере произошёл вайп. Я о нём, конечно же, не знал, и так получилось, что вышла первая серия, и сразу вайп, блин, это как бы хорошо и как бы не очень. Хорошо, потому что космос чистый, там ещё никто не был, плохо, потому что нам заново придётся всё строить. Ну, я вас, конечно, от этого избавил, тут у нас уже есть дробилка, тут у нас какие-то производители микросхем, и давайте разбираться, как это всё дело работает. Я вас чуть-чуть обманул, скрафтил не всё, остаётся ещё вот такая вот штучка, это у нас генератор. Но для его создания мне не хватает только печки, поэтому крафтим её и суём в середину, а медь сверху. И вот оно, иди побыстрее ко мне, давай тебя поставим. Куда-нибудь, наверное, сзади, потому что выход для энергии находится слева. Какого фига? Работает, как ни странно, на угле, и для начала эту штуку надо как следует разогреть. Ну, а пока он разогревается, давайте проведём наши алюминиевые провода, и всё вроде как работает, боже мой. Кстати, его максимум это 120 ГЛ энергии, не знаю, наверное, пока что хватит. Проблема в том, что для таких проводов требуется шерсть, мне её вообще нету, так что давайте отправимся в небольшое путешествие. Я на самом деле уже здесь бегал без записи, но овец здесь вообще нету, только лошади. Вообще никого нету, да ещё и пустыня, давайте лучше воспользуемся командой рандомной телепортации. Пишем ТПА, по-моему, и у вас... Блин, а как там команда писалась-то правильно? Ой, прошу прощения, оказывается РТП, и мы появляемся... Хм, 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 да фиг знает где. Но, по-моему, это очень близко к моему дому, очень много коров, но зачем мне коровы, дайте мне, пожалуйста, овечек. Возможно, эту шерсть как-то можно скрафтить, и вправду можно, но что это вообще такое, и где это добывается? Напишите, пожалуйста, это в комментариях, ну а пока что шляпы, да, я знаю, как их можно надеть. Сначала получаем шляпу, эта шляпа какая-то, ну, такой себе, а вон там что-то интересное. Это у нас чей-то скин, угу, ну, почему бы его не добыть, отлично, это какого-то игрока шляпа. Нажимаем русскую R, и тадам, случайную шляпу можем выбрать, где она, угу, угу, а может другую как-нибудь, о, отлично, да, я с вами согласен, смотрится так себе, так что давайте найдем другую шляпу. Итак, у тебя очень красивая шляпа, так что, паучок, иди ко мне, только не убивай меня, пожалуйста, там еще и твой друг Крипер и обычная шляпа, это мне нравится. Хотя, опять, черт возьми, смотрится не очень, и смотрите, что там, корова, это шляпка. А, нет, пофиг на шляпу, смотрите, целых две коровки, сколько шерсти выпадает, мне надо ровно шерсть, 6, то есть выпадает 4, угу, спасибо. Вижу еще парочку овец, но я также вижу еще и пауков, и криперов, и скелетов, так что давайте сначала расправимся с этим, как раз у него есть шляпа, которая мне совсем не нравится, а еще одна овца всего лишь, да вы что, издеваетесь что ли, и у нас 7, есть 7 шерсти. И вот то, ради чего мы бегали, алюминиевый провод создан. Теперь мы сможем подключить другие механизмы, которые у нас когда-нибудь появятся. Ну а теперь небольшая проблемка, да, без этого просто никуда нужен алмазик для производства одной микросхемы, или трех, не помню. И вы бы знали, как я не хочу возвращаться в шахту, но все ради вас, и все ради полета на луну. Капец просто, ребята, я нашел много шахт, вы тоже ими можете, конечно же, пользоваться, но все равно алмаз, это же капец, как долго его искать придется. Скрафтить его тоже не получится, потому что на его крафт, ну, короче, не получится. Небольшая мини-игра, она называется, угадай сколько времени ушло у Димы, чтобы найти эти алмазы. Говорю правильный ответ, прошла буквально минута, последняя срезка была вон там вот. Наконец-то я вас нашел, не верю своему счастью, всего лишь 3-4, нет, 3 алмазика, ребята, мне и одного хватит. Предлагаю подольше побыть в шахте и найти побольше ценных ресурсов, например, того же железа. Потому что все, ну, нам когда-нибудь понадобится, мы пока что не можем вещи доставать из воздуха. Но до этого еще далеко, и пока что единственная наша энергия, это уголь, и про него тоже не забываем. Посмотрите, по-моему, эта карта немного читерская, с ее помощью я нашел еще одну шахту, где еще не был, и птичка, здрасте. Возможно, я тоже здесь найду алмазы и только золото, ну ладно, золота у нас тоже совсем нету. А вот уран, и я надеюсь, мы когда-нибудь дойдем до тебя и сделаем какой-нибудь реактор, например. Красная руда, она же очень ценная, особенно при изучении мода Industrial Craft 2. А найти бы еще лазурит, но, как видите, лазурита вообще нету. Нафиг шахту, суем алмаз и смотрим на производство этой штуки. И, и, поехало, пошло. Кстати, тут у нас кремень, и редстоун, и, господи, три пластины. А это та пластина? Для крафта верстака НАСА нужна продвинутая пластина, а у нас базовая. И, по-моему, тут что-то не сходится. Ну ладно, раз так, давайте скрафтим что-нибудь из этой пластины и, например, компрессор. А вот я иду в шахту, потому что у меня не хватает железа. Вы прошли 7000 блоков, вам было начислено 7000 баксов. Угу. А их вывести можно? Итак, запомните этот ник, этот чувак помог нашему подписчику сюда добраться. Зомбарь, здорово! Спасибо, большущая Дима Морозов. Ну а ты теперь можешь здесь построиться, и можно даже помочь мне ресурсами. А? А? Накопал 24 штучки. Знаю, мало, но у нас есть дробители, и давайте всё это дело удвоим. Работает капец как медленно. И, по-моему, всё это дело можно ускорить с помощью ускорителей. Я тут посмотрел, как он крафтится, и знаете, какие у нас красивые тут лошади. Вы себе не представляете просто. Так, нужен стержень, потом оловянная пластина есть, капсула какая-то, и... Хлада... Что? Что? Что это такое? И где это найти можно? Хладаген. Я не знаю, что это такое, и вижу эту жидкость вообще в первый раз. Но нам придётся её получить, и получается она в наполнителе. То есть надо ещё и его скрафтить. А потом мы просто берём ведро воды, лазеритовую пыль, которой у меня вообще нету, и, блин, лазерит это серьёзно почти нету. И, в принципе, всё, заветная жидкость у нас уже есть, но нет нифига подобного, её надо ещё разлить с помощью разливного механизма. Наконец-то выкладываем крафт на ковальне, и всё, пока что железо больше не потребуется. Но это пока что, а сейчас я с облегчением могу вздохнуть, потому что компрессор уже создан, и, братишка, как ты работаешь у нас? Ты вообще... Ты, типа, не питаешься ни от чего? К-чего? Как ты работаешь? А работаешь ты сам. От топлива я тебя понял, и... Угу, угу, угу. Чё сюда пихать? Оказывается, этот самый компрессор нужен для создания пластин. Вот этих вот пластин, которые потом нам потребуются для создания верстака НАСА. Это, конечно, классно, но, блин, чем я буду дышать в космосе? И, по-моему, я захожу сильно-сильно далеко. Опачки, оказывается, эта штука не тратит алмазы, прикольненько. Решил я тут тпшнуться к парням и посмотреть, чё тут да как, и посмотрите, что у них есть. Уже ракета, хотя сервер вайпнули буквально дня два назад. Ребята, вы, конечно, молодцы, сколько всего нам ещё предстоит скрафтить, и... Вот, например, это уже у нас есть. Как и это, и получается, ещё надо скрафтить две вещи. Это загрузчик топлива и... Угу, очистительный завод. И ещё верстак НАСА, но это, конечно же, основное. И, пожалуй, на этом мы будем заканчивать. Вы посмотрите, какие у них классные шляпы. Я тоже хочу такие же. Но и сейчас не об этом. Ребят, не забывайте оставлять свои комментарии, потому что я все, прям все комментарии читаю. Также не забывайте писать свои подсказки и советы, это вообще просто обязательно. На этом у меня всё, ребят. Напоминаю, что ссылка на сервер есть в описании. И давайте присоединяйтесь, стройте, развивайтесь и так далее. Разработчикам этого сервера, конечно, спасибо. Очень, просто куча предметов с самого начала игры. Но проблема в том, что я теперь даже ничего добыть-то не могу. Мне просто тупо нету места. Приходится что-то выкидывать. Тип палки... Блин, нужны для проверки региона. Ну, ладно, прощайте. Как бы латекс мне нужнее. Хотя, кто его знает. Он, по идее, нужен для изучения мода Industrial Craft 2. Кстати, это мой любимый мод. Но мы, как бы, не собираемся оставаться на земле. И кто знает, поможет ли мне мод Industrial Craft 2 в постройке ракеты. Скорее всего, нет. Но, если я ошибаюсь, то исправьте меня в комментариях. И, как бы, без комментариев. Я тут подумал, для запуска ракеты нам вообще нужна зона без деревьев, чтобы они не мешали запуску. Есть, как бы, вариант построиться в пустыне. Но в пустыне сильно скучно и вообще никакого ланш...